Идея данного интервью С Дмитрием Песовским, который на протяжении многих лет брал интервью со мной, с другими участниками, музыкантами, участниками моих проектов, наших проектов, а сам при этом оставался в тени, можно сказать. И мне показалось это не совсем справедливым, и я решил сделать серию интервью с людьми, интересующими лично меня. Ну и так получается, что первым допрашиваемым будет Дмитрий Песовский. Изначально позвучка должна была быть на диктофон, но там возникли технические проблемы, так как аппаратура была не моя, и в общем-то запись, можно сказать, потерялась. Поэтому пришлось делать все, восстанавливать звук, снятый на камеру, а место оказалось шумным, и поэтому достаточно плохо слышно. Ну, это первый блин такой получился, и в будущем как бы я исправлю эти недочеты. Все-таки после долгих раздумий я решил дать этому материалу ход, навести его как бы по возможности до ума, и ознаменовать им некую будущую серию интервью с людьми, которые меня интересуют. С которыми мне было бы интересно встретиться и поговорить, и задать им некоторые вопросы. Ну, а пока вот такой пробный камень интервью с Дмитрием Песовским, музыкальным журналистом и видеоглобером. По просьбе Дмитрия мы собрались в спортзале школы, где он учился, с которым у него всегда были теплые воспоминания. Да, да, да. Это сейчас у меня уже порядка сорока, но представьте, я когда-то был совсем юным человеком, рядом в спортзале, занимался все трудой. Посмотрите, все пришло в какое-то ментилье, в какой-то патриарх, но поверьте, как Раскольников говорил, школьные годы как солнце, как зелень. Можете послушать такой трек, называется «Доски». По сути, эти воспоминания, они созвучны тем, что и я испытываю по отношению к школке. В школке, в которой учился в свое время, ну вот к этой, то есть, да, спортзал. Да, будем лучше, первый вопрос, скорее всего, будет по творчеству, это, например, когда был сделан твой первый выпуск и кто был его первым персонажем. Первый выпуск он сделан, когда мне было, я говорю, это мне сейчас уже около сорока лет, тогда мне было еще двадцать четыре года. И первым интервьюруемым был Алексей Эйкей, Леша Законку, Леша Законку. Почему? Ну, потому что тогда мне нравились определенные творческие перелективы, в частности, отца Берлиста Спасителей, ну, беззвестный. Но у них не было толповых интервей. Именно в видеоформате, я там не буду, может, стирать, да, интервей на афишах, молния там, еще где-то. Может, они неплохие, но это иной формат. А в рамках аудио-визуальной составляющей было что, либо на каких-то провинциальных радиостанциях, где люди в основном спрашивали, а как вам наш город, а то, да, все. Ну, то есть, самое важное. Им, по сути говоря, не очень интересен был конкретный исполнительный, они просто, ну, выполняли определенные нормативы. А я-то тогда просто душой болел. Мне было интересно спросить, то, все, опять-таки, сято. Чтобы вы не подумали, это не реклама, потому что я, допустим, не знаю, какой был первый опыт. Вопросы, которые назрели, да? Да. Ну, я их задал. Тогда Алексей очень скромно отвечал. Мне как-то казалось, что я готовлю вопрос, там, выписк на час. Он отвечал, ну, да нет. Подавал, да нет. Примерно в таком формате. Но зато с каждым последующим выпуском гость уже раскрывался. Потом был следующим гостем Олег Мевраманте. Потом был Псой Королевка. У меня еще после первого выпуска не было даже толком ей название. Их несколько, прокачать коммуникативные навыки. Я же такой, ну, провершивали. Ну, не то, чтобы запутать в себе, мне сложно найти блюда, особенно в то время, в гармонии социально. С другой стороны, надо, но нет, это отдельный вопрос, потому что сейчас общество куда более лояльно к существу проявлению инакомыслия. А тогда вот мне нужно было как-то себя позиционировать. То есть, с одной стороны, это прокачивание навыков именно в плане коммуникации с обществом. С другой стороны, это возможность задать вопросы, которые действительно интересны. Интересны, в первую очередь, для меня. Я понимаю, что другие люди их не зададут. Вот были какие-то люди, которыми было, будем, дубы? Ну, с коммунизмом, там вот видно, даже никакое напряжение не чувствуется. Потому что люди, ну, наверное, не особо воспринимали такой формат. Я помню, когда эта группа была, скажем, в «Авангард», всего вообще, особенно в музыке. Вдруг проходит время, и уже чувствуется, что у меня столько имя «Авангард» нынешний, воспринимается. Что я не буду про них плохо говорить. Просто часто и зрители, да, они воспринимают определенных героев программы, ну, как никаких небожусей. Для них это практически святые личности. И вот когда интерьер относится к ним несколько иначе, никак по небожителю, да, а слегка по-другому, где может немножечко, там, может быть, смысл, слегка и полегулируйся. Уже зрители это как-то остораживают. Разные новаты, но я не могу сказать, что там кто-то из участников программы вызывает вот эти негативные эмоции. Нет, вопрос у них не в этом, просто были ли какие-то моменты какого-то ступора и ненахождение контакта. Ну, вот с группой коммунизм, там вот все как бы зависело. Вот в силу именно их возраста, да? Так, как оно и было. А в силу их, скорее, мировосприятия. То есть они степенилили, да? Ну, я больше таким авангардным темам подводил разговор. Они больше вот со своей точки зрения, которые... Это Силахим, да? Ну, да, да, то есть вот человек, который... Живут в прошлом. ...который как бы носит футболку с имперским флагом, и при этом поет и пылет под ногами Маюха. Вот. Ну, не, ну, были определенные сложности. Конечно, и с другими людьми, и даже с более молодыми, наоборот. Тем может даже казалось, что это какой-то слегка не формат для них. Потому что в свое время, когда Манеточка репостнула выпуск с фестиваля абстрактных мемов для элиты всех сортов, она написала, что какой же там базар-то не мнилой. Я уже забыл, честно сказать, что слово. Но вы можете в ее группе там полистать и посмотреть, каким эпитетом она характеризовала этот выпуск. Ну, вроде бы это как иронично звучит. То есть я нисколько там не обижаюсь, нельзя сказать, что меня там кто-то оскорбил. Такого нет, такого нет. Но, тем не менее, я понимаю, что у некоторых определенные, ну, вызывают вот вопросы, да. Может, мое поведение или тон. Вторую часть интервью Дмитрия мы решили снять в более живописном месте на берегу Невы на фоне Дворцовой площади. И, соответственно, переместились из школы, где учился Дмитрий, на набережную в реке Невы. Но там, как оказалось, там сильно мешают различные катера, моторные лодки, проходящие люди и так далее. Но, тем не менее, это отразило вспоминку на звуки. Никогда не свойственно было кому-то подрабатывать. То есть у меня есть какие-то влияния, может быть, даже отдельные где-то слова, лексику какую-то я в первых выпусках использовал. Ну, вот из той же программы Монмаранси, но это такой малый процент от выпуска занимало, что уж явно никак нельзя сказать, что я там кому-то подражал. А так, не знаю, вот это, кстати, тоже интересная тема, что если творческая личность изначально встает на этот путь подражания кому-то, как бы под кайфом что-то делает, сможет ли она потом выйти из этого пути и создать что-то свое самовременное оригинальное. Как ты относишься вообще к провинциальным каким-то коллективам исполнительным? Да, но тут опять же... Это глубокая именно провинция. Да, мы живем опять-таки в открытом мире. Сейчас интернет, люди... Знаешь, что все это стерло? То есть стирается, еще может не до конца, но опять-таки, ну, скажем, молодежь та же самая, она что в Петербурге смотрит на YouTube каналы определенные, что и в какой-то глухой деревне. Те же самые каналы интересуют их те же самые, там, пифы блогеров, те же самые реакции каких-нибудь, да неважно кого. То есть одно, одно и то же там популярно везде. То есть если раньше с опозданием до каких-то, даже не то что деревень, городов отдаленных доходило, ну, мода может и сейчас доходит с опозданием небольшим, но опять-таки, есть интернет, можно заказать из-за границы одежду и ее доставить в почтовое отделение сельское. То есть даже в этом плане, тебе не обязательно, находясь в какой-то деревне, покупать одежду вот на базаре, да, нужно заказать через интернет. Ну, а уж, что касается музыки, да, если там раньше кассеты доходили очень поздно, то вот все, ну, теперь, пожалуйста, интернет. А у тебя есть вообще какая-то коллекция каких-то носителей? Да, изначально таким фетишизмом я занимался, вот даже несколько есть виниловых пластинок, крупных коммунизм, гражданская оборона из пластинок, ну, Дорс там они такие, в принципе, они не межнотемные, они поступали с массовым тиражом, и сейчас найти там можно это все купить без проблем, тем более это российские версии, в этом здании, даже советская, там есть одна пластинка, ну, и альбомы, это уже гражданская оборона, у меня уже вся. Да, ну, конечно, сейчас уже я этим не занимаюсь, сейчас мне это неинтересно. Это предпод коллекции, которую вы заграняете, да? Ну, да, а что с этим делать? Можно было бы, конечно, быстро продать. А, нет, просто и выкалороны. А вот, я подумал, у них, например, когда у них интервью тоже. Да, и еще я бы не доставал, особенно. Как ты думаешь, есть какие-то перспективы у этого проекта, или это чисто такой ностальгический проект? Ну, ностальгический, конечно. Я бы там сказал, может даже, ну, опять-таки, повторяю сейчас-то сегодня, ну, ладно, как-то так вышло, без попытки задеть. Сказал, что напоминают ваши концерты, встречи, ну, что-то не было с ним. Ну, и публика соответствующая. Публика там еще интереснее, хотя там-то вышли, в комментариях писали люди. Для них-то это все какие-то, опять-таки, известные жители, игры, и с которыми, видимо, надо во всем сплошаться, а там это не... Ну, оно не сказать, что было в состоянии какого-то напряжения, но оно... Можно понять, что там много точек, в которых наши позиции никак не соприкасались, не пересекались, и вот некоторым людям это непонятно. Ты считаешь, это вот именно из-за разницы в возрасте, то есть люди разные позиции? Ну да, ну может быть, потому что одно время, конечно, люди, которые были в авангарде, самых передовых взглядов, это не странно, то есть там, условно говоря, тот же Дюдин Лимонов, они были передовых взглядов, несмотря на то, что там были такие еще 90-е консервативные революции, но на фоне того, что творилось в стране, на фоне общего политического инстрина, это было авангардно, это было как-то интересно, это не было возвращение в прошлое, как там, трудовая Россия, это совсем были другие проекты, но спустя годы вот эти люди превратились в каких-то, конечно, со всем уважением от их в обществе в прошлом расскажу, что сейчас именно тот же Проханов, разумеется, неинтересно. Ты считаешь, что возрастной консервативы были далеко? Ну они же и тогда были вот в возрасте, да, тот же Лимонов, он был далеко, немолодым человеком в 90-е годы, в Шалине, но как-то вот он задавал тон, то есть не то, что он, скажем, он, во-первых, чувствовал знаки времени, да, вот знаки времени важна, кстати, такая формулировка, если мы говорим про консерватизм, и он не просто там ловил волну, которая была, он сам задавал этот тон тогда, и это было очень трудно, а потом как-то все это сошло на нет, то есть нельзя сказать, что они изменили уже какие-то свои принципиальные позиции, а каким-то, может, изменили, потому что, как Леонов сказал, допустим, после присоединения Крыма ходить по 31-м числам и протестовать, это вроде как уже предательство по отношению к своей стране, то есть тем самым, мы, как это, сформулировки, ну, я не совсем очень формулировку, но, по сути, вот что-то очень похожее он сейчас сформулировал, а в целом, ну, взгляды-то во многом те же остались, но, опять-таки, о чем мы говорим, что истина, она в перманентном, постоянном движении находится. Да, у тебя не было, и, скажи, это золото, где-то в самом деле садик. Да, было, но когда мне было, там, лет 17, я даже писал определенные тексты, если не представляю, что я где-то буду исполнять, это будет сцена, но я вдовеку не прогрелся к этому вопросу, я пытался решить сыграть на пикаре, но он как-то потом достаточно быстро забил и стал искать иные формы, где я могу реализовать себя как творческое личностно. Какие вот из интерьеров тебе нравятся производить впечатления или изобразовать какие-то симпатии? Да, но я вот говорю, что какие-то влияния определенные, конечно, были вот та же программа Мономаранси, это именно в первую очередь. Забавится, программа Александра Лаверцкого Мономаранси уходила в 90-е годы на радиостанции Леха Москвы. Ну вот там, пожалуй, то, что сегодня молодежь для себя открывает по новой такие темы, как, например, пост-урония, там это все уже тогда было. А ты как бы взял это за основу на тебя натолкнулся? Ну, это как бы определенное влияние. Естественно, опять же, я не пытался ничего корректировать, меня, я считаю... Мне просто натолкнуло на мысль заняться тем и самым при наставке. Я думаю, совокупность определенных причин натолкнуло на мысль, ну, в том числе, святое и прочее, да, можно сказать, и о влиянии этой тандемы. Вот, а если мы берем уже сегодняшние медиа, на ресурсы, то, ну, во-первых, хочется отметить кончу и сына в период. Недавно возродился вот этот тандем, но, правда, он уже из окнули с обедом и существовал, ремнион Минаев-Красовский. То есть, если я тут в программе Минаев-Лайф, Минаев пытался скроить из себя так хорошо решившим за все молодежные темы, что порой выглядело на сверхове, я бы даже вольновку ему помню на этому поводу, а теперь он, наоборот, сидит там с видом такого, похоже, знаете ли, домашнего кота, погодистого, периодически прячет как-то в хоть лицо с видом кур. А Красовский он такой озорной, если вы понимаете, да, что у меня и задает такой такой программ, например, когда у них в гостях будет тот же самый Соколев. Они не вникали, они не знали вот там природу этих интернет-пифов вообще просто сходу показали всю суть человека. Ну, по сути, вы сами понимаете, человек слегка, а может, слегка сгнился. Вот для того, чтобы им показать это, им не пришлось, знаете, делать какие-то реакции, смотреть какие-то обзоры, копаться в этом утилном говне. Просто считали вот как скан человека. Может, его и не сложно считать, кстати, но вот это интервью достаточно интересное и тандем достаточно хороший. Жалко, он не существовал долго. А если мы говорим про Минаевский сквайр, там он берет интервью. Они, конечно, уже не столь интересные. Но, но, интервью с устроили такой приезд на экономике. Да, по поводу, кстати, дутья, вот тоже может быть интересным меня. Ну, народный, народный такой, некий персонаж. То есть, о чем люди раньше шутились там на кухне. Кто с кем спит, кто на кого ты лучше, кто сколько зарабатывает. Вот он это внес в личную сферу, и многие это считают видимо журналистской смелости. Поэтому он стоит любым, что он задает те вопросы, которые интересны широчайшим слоям населения. Но мне понравился какой-то, как бы у меня было интересно жмечишами, слава КТСС, сказал, я, как же, невосходно задел, но близко к оригиналу. Я тогда так претворился не особо понимаю, почему он не очень хорошо относится к людям. И он не объяснил, что если ты берешь интервью творческой большинства, то, может, можно что-то спросить иное, доним от того с кем-то слышишь, сколько ты зарабатываешь. если это творческая личность, то эта творческая личность способна рассказать еще что-то. Вот. Да, теперь по поводу технической базы. Технической базы, конечно, технической базы не с оператора программами зарабатывать деньги или еще что-то. Нет, это наоборот постоянные ложинки. То есть, я, конечно, в этом плане скорее буду откинуть в материальном плане, потому, что от партнерка и чем-то какие-то безусловные деньги на копейки просто не отшло. Тем более, последнее время там уже замужили, В принципе, это уже понятно, на этом уже работа, поэтому я буду спокойно отвечать, а техническую базу могу сказать, что, если вы когда-то вспомните, я буду выпускать, там, скажу, какую-то сумму, какую-то сумму, какую-то сумму, я буду выпускать, с Алексеем, приметы, я потом просматриваю, и я сам, я буду слушать, что тебе, а ты говоришь, ну, скажи, что это он, чеченский, что ты говорил, я буду рассказывать, написал, по-моему, что это, да, я написал, что ты говоришь, что ты говорил, на Москве, да, где в ком, какие-то теории, и все, действительно, да, ну, и естественно, с учительным показателем, мы говорим пока о технической составляющей, там, новые камеры есть, должен это все используется, паркетный объектив, ну, и, естественно, оператор, мы с ним в тандеме работаем уже больше года, и это приносит свои плоды. Он сейчас активно всех юфтеки операторски продвигает. Мы с ним совместно выбираем интересные локации. Ну, то есть, в плане вот этого, естественно, есть определённый движение вперёд. И это хорошо. То есть, программа, если выражаться таким сути по канцелярским языком, динамично отзывается. А вот, я думаю, не все понимают, что значит называть это. Да, даже в расшифровке. Начнём с того, что для этого выпуска я тоже уже это отметил, которое с Алексеем происходил. Ну, без называемых решений. И я позже, зная буржевские проекты, особенно там вырубки и названия для Алексея и для своих композиций вырубки, зная какую-то способность, помню, даже у тебя спросили, как бы назвать. Но что-то, что-то я не смогу подсказать. А потом уже, спустя полгода, я же тогда так снимал, как бы с самой разной интенсивностью, периодичностью, вот там будет простой допустим на протяжении дней. А потом выпуск в сусмограммате вышел. И я в последний момент просматриваю его и видел, что у меня как замы такие шёрные курки. А дальше из ассоциативный ряд пошёл и пришла на ум депривация сна. Впоследствии это название я укоротил по депр сны. Депр я не буду именно на твёрдый вариант произношения, которые произносят очень светильной выморки, мягком варианте. Ну, я почему-то, в принципе, слова вот где «э» есть и сми не читаю и понимаем в этом варианте произносительно. Да. Я думаю, мало кто понимает, что депривация сна – это определённая практика. Определённая практика, которая позволяет человеку, ну, как бы, шагнуть за грань. За грань привычного понимания мечтей. Вот. Но тут опять-таки не всё-таки это значительно. Я вот в некоторых вопросах спрашиваю разных людей, потому что есть такая дилема. Если ты должен придавайся сном, почему ты задал паскорна? А с другой стороны, сон – это тоже, это открытие вот физических горизонтов. Он тоже нам позволяет шагнуть. То есть, за грань привычного понимания вещей. Поэтому хорошо и то, и другое. То есть, в этом плане я за горлом приходит противоположные вещи. Но, если использовать то и другое как практику, то можно и там, и там прийти, но и тиши металлы. Вообще, насколько я знаю, репривация сна – это зерна из того карательного пациента, который используется. Пакетически при зернах, значит, это решали сна, но если ты не не сильно. Это выдели какие-то указания, и не сна. Спасибо, что он изменит состояние своих взаимодействий. Да, но я когда название придумывал, у меня это все-таки больше ассоциированность с добробольной практикой или активной величностью. Если тут власть, наверное, надо сказать, не дай бог, не дай бог поменяется, то ведь и месте всякие. И депутаты, они тоже будут говорить, что просто тролли, они просто угорали, выступая где-то в Гуслуме, да, примерно. И тут, конечно, важно разграничить, что от их троллинга угара зависит судьба огромной страны. А если мы говорим про Гуслуму, когда мы сняли ансамбль, то это все-таки творчество, это другое. То есть, вот мне, кстати, и нравилось там запрещенное НВП, скорее, такой авангардный проект именно с точки зрения творчества, именно с точки зрения художественного конкурса. А с точки зрения политики, ну, многое стало воплощаться в наши дни и, конечно, воплощаться в самых неприятных в городе. У тебя есть какие-то политические взгляды? У тебя и теоретические? Ну, наверное, можно назвать, вот кстати говоря, когда это спрашивают о интерьерах, которые на меня вызывают симпатию. Ну, не надо просто, наверное, упомянуть о популярных людях того, что у тебя поздно. Вот интерьер у него недавно было с министром финансов. Это настолько отвратительно. У меня все упражнения поздно. Я считаю, что пропало после интерьер, потому что интерьер пропагандистское. Вот тема о повышении пенсионного возраста, она по телевизору все же с ним подносятся и он, и Целевым, ну, с расчетом на совсем другую. А здесь та же пропаганда, вот Калюки поумнее. То есть она никакая уже прямо плохо, она слегка скрытая, но очень неприятная. И вопрос он даже взял некоторые правильные, но с такими формировками сомнительные. Поэтому я окончательно на фоне всего этого не либерал. Хотя отдельно либеральные ценности, ну, я понимаю, как и мои ценности. Отдельно взял. Свобода слова, там, свобода, ну, сейчас, собственность и так далее. Но это, скажем так, ну, самое важное не в России. Но я, наверное, на том же степени и социал-демократ. Какой твой любимый алкоголь? Какой самый нелюбимый? Самый нелюбимый, наверное, на сегодня. Опять-таки, кстати, по многим вопросам, естественно, это, мое мнение, меняется. Опять-таки, по причинам этого уже были. Здесь я запущу, но на регистр, и все такое, да. Но на сегодня, наверное, не уйдет мне этого. Потому что, ну, я не чувствую вкус. Я так воспринимаю, кто кому-то нравится, особенно, кому холодное, и им ведут этот уделенный вкус. Но мне хочется, чтобы алкоголь, он будет более явно, что ли. Потому что задача-то не просто не пениться, а задача насладиться вкусом. И если мы говорим про крепкие виды алкоголя, ну, там, в первую очередь, на столке, а-ля кейхеров-то так же самое. То есть нравится это? И ныгерь, конечно, да, это мне нравится. Очень интересная венгерская тема. Вот это мне нравится. И, ну, и иногда, хотя последнее время режу, но одно время я люблю пирог и риски. Сейчас как-то я не особо только пью, но одно время мне нравилось. А если говорить про что-то легкое, то пиво, конечно. Последнее время я, правда, не люблю пирог. Хотя одно время я ее подумал. Сейчас она не интересна. А сидор, что там еще у нас есть, это все только у меня. Вообще-то я редко употребляю. У нас там только на интервью. Разного. Ну, да. А что-то сейчас мы как-нибудь употребляем? Это мы сейчас не употребляем, потому что... Ну, с другой стороны, это чего употребляет. Иногда бывает такая ситуация, что... Ну, что, извините, когда я там помню? Ну, вот, допустим, находишься с собой, самое еще первое. И там явно как-то вот, ну, не мог я почувствовать волну, да, вот этот ритм. И все это, поскольку я думаю, грязно. Они тоже были зря для состояния. И поэтому вот такой диссонанс. Оно может быть полезно, это тоже хорошо. И так хорошо, и всяк хорошо. Но обязательно быть прям на одной волне. Можно по-разному. То есть есть выпуск со скулом вот такой, а есть выпуск, который был уже смят позже, там и я зря не знаю, но по-разному подведи. То есть, в принципе, ну, просто не все это понимают. Если, допустим, вот Скоро, там, такой, да, веселый, заборный и его компания, а я, наоборот, такой серьезный, не очень любил, то некоторые зрители, там, как-то воспринимают так отрицательно. Но в этом тоже есть сильные вещества. Поэтому это интересно. И так, да, с вашей техникой. Вот сейчас, уже спустя годы, я понимаю, что для них, ну, оно, естественно, далеко не безупречно, но оно хорошее, просто хорошее. То есть меня там, конечно, заслали, скажем так, безусловно. И вот отсюда можно перейти к теме, этих людей просто покупают. Их больше всего, конечно, подвела на видео с с вашей техникой, или с константивом. Супер. Но, знаешь ли? В чем же это? Ну, не понравился я эти люди. То есть вот какая-то личная влияние. Ну, я знаю просто. Да, да, да. Ну, нет, видимо, каких-то точек пересечений у меня страничной аудитории нет. Там уже какие-то люди пришли. А, не знаю. И, ну, что, то, что я шоку на себе. Я, помню, когда следовал ООС, с тем, что вы задавали вопрос в комментариях. Так мы еще бы спрашивали, у нас такие интересные темы. А здесь, ну, я считаю, человека расстрыл. И еще они недовольны. Там широчайший спектр вопросов. И все, так или иначе, связаны с творчеством. А люди пишут, он сам рекомендую, что спрашивают. Ну, а сейчас, в последнее время, кстати, негативных комментариев все больше и больше. Как-то... Авторитет. И тут, и это, и тут еще фактор важный, что мне кажется, сообщество в последнее время все-таки куда более лояльнее стало относиться к различным проявлениям инакомысля. Вот, если мы говорили даже про нашествия, то у молодежи сейчас считается, в принципе, со шкваром любое сотрудничество с властью. Это как в годы войны много разрушено. Это в блогерской среде. Если мы посмотрим на ютубе, то тоже очень важная тема. То есть, если кто-то там делает политическую рекламу, не обязательно там дверь кому-нибудь туда, а для запросов, нельзя идти на буферах, то этого человека жестко унесете. Вот тебя, нафиг, радует подобная тенденция? Да. У меня она безразлична, потому что так это становится трендом. И, соответственно, ничего другого у меня не остается. Надо идти против этого тренда, соответственно, подашь. Какие случались, допустим, интересные казусы или какие-то побеги с съемками или съемками? Ну, самый интересный казус, он, конечно, связан с клубом и анатека, но об этом подробно написано. В принципе, если будут какие-то вопросы дополнительные, я эту тему могу еще прокомментировать. Но также вспоминается мне случай, когда снимали в известной питерской рюмочке под названием «Маяк», и когда оператора не было, я просто показал общий план данного помещения. Наверное, там человек 30, ну, непорядка того, 20, может, сидел в этом заведении. И потом один из них подходит и начинает паковать сходу. Слышь, удали, да ты… Он говорит, ты не знаешь, кто я такой. Я говорю, ну, слушайте, по закону имею право снимать в общественных местах. Если это не режимный объект, если допуск открыт здесь абсолютно всем, значит, соответственно, снимать имею право. Но, коли вы, скажем, не хотите, да, попадать в объектив, можно об этом попросить вежливо, тактично, деликатно. Ну, зачем сразу хамить? Зачем начинать с хамства? Я могу пойти просто протянуть ступку, но по закону, как бы, я тут ничего не обязан вам делать, но я могу просто протянуть ступку. Об этом нужно вежливо попросить, а не паковать, не хамить. Но, видимо, в принципе, в России такая обстановка, когда, если есть два участника общения, то один обязательно должен вот в таком тоне вещать, иначе если не будет делать это он, то будет другой. И поэтому это, как бы, ну, как опережальше, хамство. Чтобы, да, если он меня бы попросил бежнего, может, наоборот, я бы стал. Вот, знаешь, сейчас модно тоже на YouTube. Романус был такой человек, который там тыкал камерой в лице продавцов и провоцировал, по сути, их провоцировал. Вот. Ну, это, как бы, конфликтная ситуация, ничего интересного там нет. Ну, да, ну, кстати, такие ситуации часто бывают, да? Ну, оператору, оператору пару раз там тоже говорили, э, слышишь, что ты тут снимаешь, ну, как-то он сгладил ситуацию, там было все нормально. Тоже, кстати, в одной юночной, вот как раз я и упоминал, как-то в выпуске, где отдельно стоял холодильник сбоку, и было написано, что здесь находятся просроченные продукции на дне. Мне очень понравилась данная формулировка, он вот решил это снять, там в кадр даже люди не попадали, и какой-то мужик начинает, да, ты тут что-то снимаешь без посетителей, низ от друга. В рюмочных там спецконтинент собирается, конечно, вы странно, что вы все там снимаете, потому что там люди ощущают приключения, не трезвые, заметно. Ну, а какие там смешные есть? Да нет, смешных, пожалуй, не таки было. И нет, а какие были, да, смешные, они остались в кадре. Вот, например, интервью первая со всякой, которую я беру, там в кадр приходит женщина просто посреди его истории какой-то и начинает говорить, ребята, книги вам принесло интересной, ну и, соответственно, что купили. Ну, это все есть в кадре, он там тоже себя там повел, ну, как-то включился в эту игру и достаточно интересный был. А вот, допустим, во время интервью возникали какие-то непонимания с человеком, героем, допустим? Ну, да, бывало, мне кажется, некоторые люди, ну, как-то слегка, может, обижаются, да, что иногда задают такой тон ироничный. Но я никогда не хочу никого, скажем так, задеть, оскорбить уж тем более. Бывает иногда, что сам формат мероприятия, в рамках которого я беру интервью, вот, допустим, абстрактный мем для лидер всех садов, фестиваль. То есть он уже предполагает определенную иронию. Но там был человек, мы будем сейчас, наверное, называть его фамилию, который посчитал мои вопросы к нему, даже не вопросы, а только подвод определенной провокации, потому что она была в весьма ироничном ключе. Почему это закончилось? А закончилось тем, что он убежал просто из кадра, а потом написал в 3Т. Мол, отшил двух провокаторов, ну, второй, это оператор, а мы написали, что он отшил, отбежал. Нет, не отшил. До этого, мы говорили, там, может, по-моему, если мы там помним, что это ситуация, и мы так подслужим. Да, но если интервью в клубах проходит, а раньше такое было частенько, сейчас как-то мы стараемся с оператором подбирать интересные локации. А на то время, сейчас-то, просто в минуту, перед концертом и в лентери, естественно, мы приходим заранее, часа за два, за два с половиной до официального запуска гостей и мероприятия. И, конечно, приходя заранее, мы приходим со своим алкоголем. Это, наверное, ужасно, это осуждать, что она, кстати, и дело в комментариях, но, тем не менее, ну, вот такой факт. Со своим алкоголем приходим, еще в бар, ну, ладно, там можно купить что-то, но не суть. Суть в том, что до запуска времени много и мы просто сидим спокойно в гримёрке, беседуем с Натальей Юрьевной и в процессе, вне кадра, выпивая вот это пивко. И тут уже начинается концерт, а пивко-то еще осталось. Ну, я вышел с этим пивком в зал и как-то так, без особой мысли задней, да, подхожу туда к бару. И тут выбегает охранник, все, меня отпадает, выталкивает из клуба. Потом, якобы, оказалось, да, он наблюдал остальных, ну, участников мероприятия, которые там выступали, что нельзя со своим пивом. Они что-то такое говорили, но они не мне же говорили, да, то есть там что-то между собой что-то там. Ну, мне предупреждений лично мне никаких не было. Вот. Ну, ладно, выгнал, выгнал. Ну, дело в том, что у меня осталось в зале, ну, не в зале, в гримерке точнее, все оборудование. Соответственно, iPad, тоже вещь-то дорогая. Одежда верхняя, куртка в частности. И мне нужно было это как-то повысить назад. Оператор там снимал, на сцене он, в принципе, как бы сказать, ну, был занят там. Даже ему нельзя подозвониться в этот момент. Ну, да и зачем это нужно? Потому что я думал, нужно спокойно решить ситуацию. Подождал минут десять на улице, потому что я не понимал, что сейчас тоже перед, да, как-то будет. Может, всегда... А словами это не делал? Ну, диалог с людьми, там не был контакт, потому что он вообще становится со стороны охреки. Ну, вот он меня вытолкнул, и все, закрыл дверь. Я стою на улице, там, с людьми поговорил, с интересной, да, очень, девушкой, которая два часа дома. Но, тем не менее, она вынесла досуг в анатинке. Это есть на видео. Ну, вот я поговорил с ними, постоял немного, только пришел в себя. Ну, что, сразу дались, да? Ну, а теперь, думаю, уже пришло время зайти со своими вещами. У меня не было там цели тусить до конца. Уже, получается, вечера, да? Просто получить вещи, идти оттуда домой и все. Забыть это, да? Открываю дверь с целью, чтобы вот сразу его переплететь, что ему нужны вещи. А его нет там рядом. Ну, нет, так нет. Я прохожу в зал. Ну, а временка, чтобы вы понимали, находится через весь зал. То есть, нужно пройти весь зал. Там будет временка. Ну, я иду, соответственно, через зал. Вдруг он выбегает откуда-то, со стороны. Типа, ну, там есть это все на записи. Не буду сейчас говорить, с какими репликами он выбежал, дабы не соврать. Ну, на видео это все осталось. Выталкивает меня еще раз. Я пытаюсь объяснить, ну, уже крича, да, что у меня там вещи. В ответ на это он забрызгивает на лицо торцовым баллончиком с небольшого расстояния, с минимального. Просто вот так вот шик. Ну, я там целый час хожу как-то безумевший. Люди дали за улицей. Да, да. 100 рублей на то, чтобы я купил молока, помыл лицо, все такое. Ну, естественно, приехав домой, я написал это все в группе. На что последовала такая реакция. Ну, некоторые, конечно, зрители сказали, что я получил вполне заслуженно, потому что со своим пилимом нельзя. Вот. Ну, а потом появился Ионов. Сначала у него была версия, дескать, я на охранника пытался напасть, махал руками, кричал, да я тебя нахуй сейчас, классически паковал. В ответ получил. Я не мог сразу опубликовать по техническим причинам видеозаписи, потому что там некоторые травмы были с этой камерой, но через буквально два-три дня я ее опубликовал. И там абсолютно видно, что никто, ну, нет, кто-то как раз говорил, но не я. Скажем, это не я. На что охранник, там, Ионову написал, Ионову это, соответственно, то ли в комментариях, или еще где-то, выложил, он это все, фотомонтаж, и все, и эти. Примерно вот в каком группе это было сейчас в конце. Ну, я потом уже общался с самыми разными, естественно, в этом группе я больше не хожу, поскольку с вымственным сандрома у меня нет. Потом была, были диалоги с самыми разными, и я понял, что подобное происходит частенько. А вот недавно был скандал, ну, там же два охранника работают на постоянной основе, и причем, что один, что другой, они вот очень любят людям в глаза впускать перец. Был недавно скандал, когда они пустили трансгендера, и Ионов в гонотеку. И Ионов, ну, он пытался всячески подвигнуть как бы молодых либералов, видимо, действительно, у молодых либералов это вызывает как будто, ну, у них это как-то, как сейчас говорят, точнее, говорили, у них бомбанют знатно, но с позиции, ну, человека, более-менее грамотного, ну, как бы это было смешно, это неинтересно, это подъем так себе. А, да, он же тогда мне сказал, что я как гражданин США тебе говорю, что тебя бы там расстреляли бы. То есть он сравнивает вот этого Батшоповца, понятно, с офицером американской полиции. Но давайте не будем забывать, что в Америке в большинстве штатов все-таки разрешено гражданам носить с собой огнестрельное оружие, первого, доствольное, и только, наверное. И поэтому, конечно, там реакция полиции может быть соответствующая, потому что у каждого человека при себе может иметься, ну, например, на пистолет. Но! Как это коррелирует с ситуацией гонотеки, мне не особо понятно. Есть такое подозрение, что, значит, ты скептически относишься, допустим, продюсируя, и продюсируя ионовые проекты, например, сейчас все-таки речка, например, подозрение и ну, да, вот я в данном случае скажем так, мне бы было интересно взять интервью опять-таки без попытки как-то задеть и скорбить, мне это не свойственно, но интервью с целью разобраться в сути проекта так сталью. А... Ты не хочешь делать полпичи отличного после этого случая? Или это не является препятствием на полпичи? Кто его знает? Не знаю, не могу тебе сказать, почему это не произошло сейчас, но сейчас, наверное, по этим причинам. Да и потом, ну, они сейчас настолько известны, у них там с кинотала, где они наступали, еще какие-то крупные площадки. А тебе вообще нравится? Не так просто непонятно и интересно. Нет, мне скорее не нравится. То есть, однозначно не нравится, и мне еще больше не нравится позиция. Она, конечно, не совсем как бы официальная, но она полуофициальная позиция, что кому не нравится гречка, те, мол, стартеры, которые против всего нового и против всего живого. Но дело там не в том, что против нового, да, а дело в том, чувство фруса. Ну, как, например, у земфиры. И говорить, что там есть какая-то зависть, она просто завидует. Ну, это, на мой взгляд, абсурдно. по тебе, ну, ничего страшного, что мы перегостились из твоей любимой школы? Ну, понимаешь, есть время настальгировать, есть, а есть время идти вперед, идти дальше. Вот там, в школке, конечно, да, она связана с определенным этапом моей жизни. потому, что, сейчас, мне уже почти 40, и сложно поверить, что когда-то я был молодым. Но, находясь в стенах той же года, я вновь вспоминаю то беззаботное время. без рука своего вспоминаю. Вспоминаю песню Раскольников у доски. И, вот, действительно, как-то, или, вот, даже, хоть мне не особо нравится творчество Михаила Елизарова, у него тоже есть песня интересная школьная, да, то есть мысли, по-моему, от 10-ти классника, а, может, это у меня были такие мысли, когда я в школе 11, почему-то у меня ассоциируются именно вот последним школьным классом. Примерно таких же мыслей испытывал и я, поэтому вот эта песня Елизарова мне как раз понравилась. И, конечно, песня Раскольников у доски у меня тоже вот вызывает, вызывает такие слегка ностальгические чувства. Раньше я их пытался от себя отогнать, потому что, ну, вроде бы, зачем ностальгировать. Ну, а теперь понимаю, что, а почему бы никак, ну, инегридация, правда, Алексей иногда вот этому будет уже занять. Ну, то свой город вообще любишь, как бы, считаешь, особо. город у нас европейский. Таких городов мало в России. Ну, вот, недалеко есть выбор. Далеко относительно есть Калининград. Ну, это действительно в этом плане уникальные города, именно европейский выбор. это мне нравится, но мы живем в двадцать первом веке, открытый мир, и поэтому вот эти территориальные привязки, это уже во многом переживает крошу. Привязывать себя, вот, я не говорю таких высокопарных слов, что я гражданин мира и так далее, это тоже пафосно, и во многом смешно, но, с другой стороны, все-таки стираются сейчас такие понятия важные, я думаю, для тебя когда-то, как, например, патриотизм. Ну, или, а вот, из путешествий, Безовестно, что тут путешествий был, конечно, забывал, бывал. А Норвегия, конечно, Норвегия впечатлила, сейчас, я думаю, уже туда съездить сложно по причине, потому что там все очень дорого, а тогда-то в курсе Евро был еще не такой жуткий для россиян, как сегодня, и я мог лицезреть фьорды, год, водопады, вообще, конечно, прекрасная атмосфера, которая, ну, сразу, да, викинги, тролли, вот эта вся история вспоминается. С другой стороны, журочешек тут класс. это, вот многие, наверное, зрители, вот, такого писателя, как, ну, там, суры, потом, опять-таки, ну, картина Крик, всем знакома, ну, что тут говорить, парк, Биленда, вроде так, свершит, да, фамилия этого человека, тоже достаточно принципиально интересное место, которое очень сильно отличается от, ну, сейчас, конечно, да, в 21 веке, у нас тут есть всякие места, такие, скажем, в Петербурге, какие-то статуи, неординарные, да, но, как правило, все равно у нас статуи ассоциируются с какими-то там врагителями, хранителями, а там, вот, именно, разные, скажем так, этапы жизни по сути любого человека представлены, и, как бы, вот эта внутренняя борьба хорошо передается скульптурным изображением. А были, конечно, случаи, когда люди, наоборот, предлагали взять интервью, а ты каким-то причинам да, да, были, потому что, ну, скажем так, я же все-таки, ну, это, может, плохо, что это пока хобби и не основная работа, это, скорее, минус, но, так есть. И, помимо депрестных, у меня в жизни есть дела менее интересные, менее приятные, но необходимые. Поэтому тот фактор времени личного, которого бывает нет, на то, чтобы даже изучить, а что за исполнитель, загрузить в свою дискотерапию, с другой стороны, он иногда бывает у меня не особо интересный. бывают случаи, ну, когда, допустим, мне нравится какой-то исполнитель, но вот вроде вопросов к нему особо и нет. То есть, как-то, оно вообще и понятно, а может он на эти вопросы уже ответит на других интервью, но такие люди-то и не предлагали, предлагали в основном люди, еще творчество мне неизвестно, я имею в виду, когда я отказывал. То есть, предлагали, конечно, люди, ну, еще творчество я знаю, и тогда я сплошался, да. То есть, допустим, тот же Слава КПСС, он же вышел где-то на связь, и я ему писал. Тот же Овсян, там, первым на связь. Ну, много, много было людей, которые выходили первыми на связь, особенно вот в период, начиная с 2017 года. Слава КПСС. Слава КПСС. Обещаю, что в будущем таких проблем со звуком у нас не будет, технически я более подготовлюсь к встрече с людьми, и будем ждать новых выпусков. Надеюсь, что мне это не надоест. С Богом!